Час, да? В общем-то, исключительно отечественной, то есть, в принципе, та философия, та концепция, которая заложена в игру, она придумана в России, она собрана в нашей казанской IT-компании, сделана и, собственно говоря, еще почему мы все здесь, это потому что в основу игры положена китайская философия. Китай и Россия. Интеллектуальный поединок в Казани. 28 апреля в Институте Конфуция при Казанском государственном университете прошла презентация компьютерной игры «Веда Дидладо». Здесь состоялась своего рода дуэль между китайской и российской стороной. Нашу страну на поединке представлял опытный игрок Геннадий. За Китай боролся парень по имени Чен, также имеющий определенные знания и умения. После 40-минутного поединка определились и победители. Россиянин по набранным очкам одержал уверенную победу и стал первым. В завершении турнира лучших наградили подарками. Геннадий получил главный приз – умные часы «Эйвоч». А вот китаец – всего лишь утешительный приз в виде жесткого диска на 2 терабайта. Мы вручаем «Эйвоч». Пусть пользуются. Как поощрительный приз – жесткий диск. Очень хорошо. Это играть надо реально думать, а не просто бегать и что-то прокачивать. То есть, в чем-то здесь связь с китайскими шахматами и с европейскими шахматами. За счет этого достаточно интересный, особенно для эрудированных людей. На протяжении всего мероприятия игра вызвала живой интерес как у китайцев, так и у русских. В самое ближайшее время планируется провести еще ряд подобных турниров. Создателем игры «Веда Дидладу» и идейным вдохновителем является Вячеслав Диденко. Спасибо. 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 Спасибо.